Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Перспективное сотрудничество на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Чувашия подписала ряд соглашений. Подарок к 60-летию города. В Новочебоксарске ремонтируют дороги и благоустраивают общественные пространства. К заплыву готовы. В республике возобновили тренировки в бассейнах. В Рио главы Чувашии Олег Николаев назвал свою командировку в Москву плодотворной. Он принял участие в международном форуме «Армия-2020» и подписал ряд соглашений. Сегодня подписали сразу три соглашения. Причем они совершенно в разных направлениях обеспечения жизнедеятельности Чувашской республики. Говорят о многом. Первое. Если взять соглашение с проектом техники, то это прежде всего возможность, с одной стороны, обеспечения современными очистными сооружениями Чувашской республики. С одной стороны, казалось бы, с другой стороны, загрузка наших производственных мощностей и реализация этой продукции за пределы Чувашии для потребностей других регионов. Потому что такого рода оборудование на сегодняшний день очень востребовано. Соглашение с Промсфязбанком для нас открывает хорошие возможности финансирования тех проектов, которые мы будем реализовывать в Чувашской республике в рамках реализации комплексного плана развития республики на ближайшие пять лет. Ровно об этом мы говорили с Промсфязбанком у нас в Чебоксарах, когда они приезжали на утверждение этой программы. И сегодня это мы закрепили соглашением. Значит, у предприятий Чувашской республики, у субъектов хозяйственной деятельности, у субъектов малого бизнеса появляется возможность финансировать свои идеи и бизнес-проекты. Так соглашение с правительством Москвы, это, конечно же, открывает совершенно новые горизонты организации нашей деятельности в Чувашской республике. Это во всех сферах. И в сфере здравоохранения, в сфере организации общественных пространств, в сфере организации транспортного обслуживания населения и многих-многих других. Потому что на сегодняшний день Москва является лидером по внедрению цифровых инструментов управления городским хозяйством и сферой социальной жизнедеятельности региона. И все эти практики, конечно же, востребованы сегодня в любом регионе, в том числе Чувашской республике. Учитывая то, что история взаимоотношений Москвы и Чувашии имеют достаточно продолжительное время, я считаю, что это этап перехода на совершенно иной качественный уровень наших взаимоотношений. И здесь мы намерены очень активно работать с тем, чтобы получить все эти практики и внедрить их в Чувашскую республику с тем, чтобы наше население в кратчайшие сроки почувствовало вот это качество и новые стандарты организации жизнедеятельности. Сегодня подписали еще одно соглашение между Чувашей и автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика». Собственно, сотрудничество уже идет полным ходом. Напомним, в середине августа в Чебоксарах прошла цифровая прокачка, которая собрала представителей ведущих предприятий республики. Два дня эксперты обсуждали особенности региональной цифровой среды. В результате были выработаны 20 диджитал-решений, внедрение которых повысит экономическую эффективность промышленных производств. Сегодня в Рио главы Чуваши Олег Николаев и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнер закрепили факт сотрудничества подписями на документе. На его основе в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении ускоренно будут внедряться цифровые технологии. Важный аспект сотрудничества – наработки чувашских производителей в области кибербезопасности объектов электроэнергетики. По словам в Рио главы Чуваши Олега Николаева, республика могла бы стать опорной в дальнейшем развитии этого сегмента. Надо создавать некие модели, а модели, скорее всего, в рамках одного региона, в каком-то сегменте или секторе экономики. Вот здесь мы бы хотели предложить себя, Чувашию, именно сектор электротехники, который на сегодняшний день способен это организовать в рамках региона. Ну а затем, наработав некие алгоритмы, которые можно было масштабировать и транслировать на другие регионы. От этого соглашения выиграют обе стороны, считает Евгений Ковнер. Предприятие промышленности взяли уже на вооружение несколько десятков решений, в этом следующем году планируют их развернуть. И действительно, масштабирование лучших практик – это один из способов достижения максимального социально-экономического эффекта на коротком горизонте. Поэтому мы рассчитываем на продолжение работы не только по этому направлению, но впереди у нас и туризм, и здравоохранение, и другие направления, где мы сможем не только дать те практики, которые наработаны по всей стране, но и взять от вас практики, которые дальше понести в другие регионы. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Реконструкция дорог и создание новых общественных пространств – средства на эти цели заложены сразу в двух национальных проектах. Масштабная работа в этом направлении везется в Новочебоксарске. Пока хорошая погода, надо успеть многое. Завершены работы на участке по улице Промышленная, который связывает Химпром с пожарной частью. Отремонтирована дорога на улице Винокорова протяженностью около полутора километров. И это лишь часть адресов. В городе Новочебоксарск было выделено 125 миллионов рублей. На эти средства мы выполнили ремонт дороги в районе Паухимпром. Также в городе проведены работы по ремонту улиц Десятой Пятилетки, улица Промышленная, улица Винокурова, улица Комсомольская. И будет еще выполнена работа по ремонту участка дороги на улице Советская. Безопасные и качественные дороги – лишь часть городской среды. Для комфортного отдыха неплохо иметь открытые общественные пространства с досуговой инфраструктурой. Но в Новочебоксарске скоро появятся сразу три таких зоны. Мы находимся на объекте, который называется благоустройство общественного пространства на пересечении улицы Десятой Пятилетки и улицы Первомайская. Данный объект реализуется с нуля, а то есть здесь ничего раньше не было. И реализуется он в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. Мы делаем три таких пространства. Вот это одно из них. Здесь будет зона отдыха, лавочки, перголы будут установлены, будет установлена детская площадка. Это для жителей микрорайона Юраковского. Думаю, что будет любимое место. Нравится. Ну мы недавно переехали только. Ну да, это хорошо. То, что все новое, обновляется. По этой дороге хожу ежедневно на работу с работы. То, что сейчас делаете, очень красиво получается. Люди ездят отдохнуть. На сегодняшний день готовность объекта составляет 75%. Уложено около 500 квадратных метров брусчатки. Возведена пергола, готово бетонное основание под детский городок и другое. Работы планируют завершить в срок. Ульяна Питакова, Регина Кубайкина, Николай Скворцов, Республика. Одна котельная на три дома. С такой ситуацией столкнулись жители микрорайона Садовый в Чебоксарах. Желание застройщика сэкономить на расходах может стать проблемой для владельцев квартир. Котельные, которые обеспечивают подачу тепла и горячей воды в многоквартирные дома 18 корпус 3 и 18 корпус 4, по улице Дементьева в Чебоксарах хотят подключить еще один дом. Застройщик объясняет это сокращением расходов. От третьего дома уже началась прокладка теплотрассы, хотя по документам якобы идет ремонт. Именно эти земельные работы и привлекли внимание жителей. О том, что в новом отопительном сезоне на три дома будет работать одна котельная, они узнали случайно. Я позвонил в земельное управление администрации города Чебоксары. Они выехали на место, проверили, что происходит. В итоге выяснилось, что они прокладывают трубы и ордер разрешения у них отозвали. Но, тем не менее, СУОР продолжил работу и также прокладывал трубы. Это не первый случай, когда без согласования с жителями микрорайона принимается решение об оптимизации работы котельных. Люди переживают, что с подключением к одной котельной нескольких домов зимой в квартирах будет холодно. Мощности явно не будет хватать. В мае месяц застройщик СУОР оптимизировал наши котельные. Имея собственную котельную, он соединил на два дома с котельными, не предоставив нам никакую расчетную смету. Мы, жители дома, мы, квартирный дом, боимся, что в зимний период времени мы останемся без тепла. На все запросы, что мы отправляем ему, он игнорирует и не дает никакого ответа. Жители микрорайона Садовая обратились в администрацию города с просьбой разобраться в ситуации. По данным нарушениям законодательства администрации города Чебоксары, в адрес прокуратуры города Чебоксары и Приволжское управление Ростехнадзора Чувашского отделения направлено обращение о привлечении ООСУОР к административной ответственности. Ольга Семенова, Юлия Адюкова, Николай Скворцов, Юрий Марков, Республика. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Кулагин, которому отделение пенсионного фонда Новочебоксарска отказало в единовременной выплате в размере 75 тысяч рублей, все же ее получит. Такое решение принял Новочебоксарский городской суд. Сомнения у пенсионного фонда возникли из-за того, что боевые действия, в которых участвовал ветеран, вышли за рамки 41-45-х годов. Прокуратура города не согласилась с данными выводами и направила в суд исковое заявление о признании за ветераном права на получение указанной выплаты. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Хотелось бы отметить, что решение суда пока еще не вступило в законную силу, но фактическое перечисление ветерану войны выплаты будет находиться на контроле у органов прокуратуры. В разгаре уборку урожая лук-сивок собирают в четырех районах республики – Батыревском, Комсомольском, Шимуршинском и Янзиковском. Наша съемочная группа ознакомилась с ходом уборочных работ на полях КФХ Людмилы Красновой. По всей республике сивок убран с 481 гектара. И 440 из них приходится на Батыревский район. Здесь лук выращивают практически в каждом хозяйстве. У Людмилы Красновой пользуются популярностью несколько сортов – штутгартер, сноубл, редбарон и стурен. У нас общая площадь 210 гектаров земли. Из них 40 гектаров мы посеяли сивок. Сивок – это, конечно, для нас основная культура, прибыльная культура. Вот сейчас, в данный момент, в сегодняшний день мы убираем сивок. А зерновые культуры мы уже убрали. На сегодня лук-сивок в хозяйстве Красновой убран с 30 гектаров поля. Уборочная работа трудоемкая и кропотливая. Чтобы ее облегчить, здесь смастерили самодельный агрегат-подборщик. На сивке работать очень сложно. Все спешат, и ты боишься оставать. После сивка все очень болит. Деньги платят. Кормят. Закончить работу собираются на этой неделе. Потом займутся реализацией урожая. Непроданная часть сивка будет отправлена в хранилище для перезимовки. Инесса Потапова, Алексей Зотиков, Игорь Дверев, Республика. В 2020 году на территории Чувашии произошли почти 1100 пожаров. Погибли 47 человек. Материальный ущерб превысил 93 миллиона рублей. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей. Специалистов особенно беспокоит то, что в последнее время стали гореть агропромышленные объекты. Только за истекший период 2020 года на объектах указанной категории произошло 5 пожаров. Это 2 пожара произошло в Чебоксарском районе, в агрохолдинге Юрма и СХПК «Искра». Один пожар в Яльчиковском районе, горело сельскохозяйственное ячменное поле. Один пожар в Батревском районе, в Ангаре. И один пожар в Иврестинском районе, горел трактор агрофирмы «Заря». Кроме этого, кроме указанных пожаров, с 2016-2020 года зарегистрировано 121 случай выжигания неконтролируемого пала, сельскохозяйственного пала, сухой тревинистой растительности, пожневных осадков и стерни. В этом году сотрудники МЧС провели 330 рейдов. Вынесено 144 постановления о назначении административного наказания. Максимальная сумма штрафа за несоблюдение норм противопожарной безопасности может составлять 400 тысяч рублей. В преддверии нового учебного года в республике стартует традиционная благотворительная акция «Дети вместо цветов». Ее организаторы предлагают родителям не тратить деньги на букеты. Вполне достаточно на класс одной композиции цветов. А сэкономленные средства отправят в благотворительный фонд Анны Чижовой. Там очень в них нуждаются. У нас есть дети, которым очень необходима медицинская помощь. Дети, которые не могут есть самостоятельно. И им нужно оборудование для питания. Мы покупаем на них гастростомы, аспираторы, медицинское оборудование для питания. Есть дети, которые не могут есть обычное питание. Им нужно специализированное питание, иначе они просто голодают. Так как другое питание у них не усваивается. В этом году акция в Чувашии проходит уже в четвертый раз. К ней присоединились более ста классов. С каждым годом неравнодушных людей становится все больше. Желающие принять участие в акции должны пройти регистрацию на сайте фонда. В новом учебном году школьники начальных классов будут питаться бесплатно, не реже одного раза в день. Выбирать меню на завтрак или обед смогут родители. При составлении списка блюд будут учитываться калорийность и питательность, которые влияют на нормальный рост и развитие детей. Этот и другие вопросы можно будет обсудить во время горячей линии. 27 августа состоится горячая линия по вопросам организации образовательного процесса в учебных заведениях в Чувашии. Трансляция пройдет в прямом эфире национального телевидения и радио Чувашии. Задать вопрос экспертам можно будет с 11 до 12 часов дня по телефону 26 00 36. С начала недели еще ряд объектов в Чувашии возобновили работу в обычном режиме, в их числе бассейны. Наконец-то! Любителям и профессионалам есть где поплавать. Особенно ждали начала работы бассейнов спортсмены. Мы очень ждали, когда мы начнем работать в полном объеме, потому что и спортсмены наши очень соскучились по воде, потому что очень много мы занимались только на улице, на суше, без воды плавцам тяжело. И так что мы рады начать тренироваться на воде. Разумеется, никто не отменял ограничительных мер. Запись на сеанс предварительная, чтобы не было столпотворения. На входе контроль, измерение температуры, проверка наличия маски и бахил. Социальная дистанция и на суше, и в воде. На плавательной дорожке не более одного человека на 10 квадратных метров. После каждого занятия помещение обрабатывается. Юные плавцы уже активно приступили к тренировкам. Очень ждал открытия бассейна, потому что надо подготовиться к золотой осени. Делайте выходы длиннее. Усилие на конец грибка. И... В сентябре в спортивной школе Олимпийского резерва номер 9 начнутся занятия для лиц пожилого возраста. Проходить они будут под наблюдением инструкторов и медиков. Инесса Потапова, Павел Рядков, Республика. 5 тысяч рублей на ребенка, чтобы подготовиться к школе. Эту республиканскую выплату получили особо нуждающиеся и многодетные семьи. Об этом вы узнаете прямо сейчас в нашем сюжете. А я с вами прощаюсь. До свидания. В семье Яблоковых пятеро детей. Трое из них ходят в школу. Каждому надо купить канцтовары, учебники, новую школьную форму и, конечно, удобную обувь. Задача непростая, но вполне осуществимая. С помощью продавцов магазина «Лопоток». Дети растут быстро. Порой за год приходится покупать по несколько пар. Сегодня мы пришли сюда за новыми покупками, чтобы обновить не только верхнюю одежду, но также и обувь. А благодаря тому, что многодетным семьям выделили по 5 тысяч в этот момент, во время пандемии, это существенная помощь. Благодаря этим деньгам купить и обувь, дополнительно докупить канцтовары, портфель. В магазине «Лопоток» широкий ассортимент обуви для всей семьи. Более двух тысяч моделей. От классической офисной до спортивной. «Лопоток» предлагает удобство и комфорт по выгодным ценам. Для вашего доступа у нас работает электронная система заказа. Благодаря ею вы можете очень быстро узнать о наличии в магазине понравившейся пары обуви и получить ее на примерку за одну минуту. Надежда Яблокова тоже ушла с покупкой. Сейчас в магазине «Лопоток» проходит акция. Скидки 15% на вторую пару обуви и 20% на третью. Новая школьная и осенняя коллекция обуви уже в магазинах.